В конце прошлого года в законодательном собрании Нижегородской области была организована выставка «Закрытый саров» в открытом пространстве. Архивные фото и информационные плакаты, посвященные 70-летию ВНИЭФ и 25-летию Музея ядерного оружия, поведали много интересных фактов об истории создания ядерного щита нашей страны. Именно тогда было принято решение собрать делегацию от ЗАГС Собрания и увидеть город науки и православной культуры своими глазами. Здесь, конечно, присутствуют и те, которые впервые посетили этот город, и те, которые были несколько лет назад, и они видят, как изменился город. Особенно хочу сказать о том, что многие впервые посетили подземную церковь, и она произвела огромное впечатление. Всего в наш город приехало около 60 представителей ЗАГС Собрания региона. В состав делегации вошли депутаты и сотрудники аппарата высшего органа законодательной власти области. Гостям города провели экскурсии по историческим местам и поведали о создании атомной бомбы в Музее ядерного оружия. Вот один листочек, представляете, вот какие документы умел создавать наш Юрий Борисович Харитон. Представители ЗАГС Собрания региона открыли для себя новые и уникальные страницы истории создания отечественного ядерного щита, которые долгие годы были полностью засекречены. Гости увидели образцы разработок первого ядерного центра страны и узнали о событиях, происходивших в нашем городе в течение последних 50 лет. Это уникальное место не только на территории Нижегородской области, но и, пожалуй, на карте всей нашей большой Родины. Действительно, все сюда хотят попасть. Такой сплав духовенства и науки, действительно. Еще один пункт в экскурсионной программе – посещение подземных пещер и территории Свято-Успенского монастыря Саровской пустыни. Настолько после посещения подземных ходов стало легче дышать, и спал груз земных тягост, что не удаешься. Визит делегации ЗАГС Собрания региона продолжился в администрации презентации проекта «Умный город». Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.